Хотелось добавить, что многие из тех, кто говорит в наше время о мазгабизме, о важности следовать за мазгабом, называют тех, кто говорит, не надо излишествовать в мазгабе, безмазгабниками и так далее. На самом деле лгут, братья, на самом деле лгут. Почему? Потому что, братья, тот, кто говорит, братья, важно хадисы изучать. И говорит, что нам надо брать слова ученые, чтобы понимать хадисы, а не наоборот. Брать слова ученых, а потом хадисам шею ломать под мнение этих ученых. Мы, Бараклуфик, мы тем самым всеми учеными мазабов, как говорится, радуемся и наслаждаемся их трудами. Имам Абу Ханифа, рахматулах, сказал про этот хадис так-то, имам Шафии сказал так-то, имам Ахмед сказал так-то, имам Абу Ханифа самое сильное. Почему? Потому что это подкрепляется, Абдулла им. Ассут сказал, Анас им. Алик сказал, и так далее, и тому подобное. Или потому что имам Шафии в этом вопросе опирался на недостоверных. Понимаете? Имам Малик сказал так, имам Ахмед ибн Хамбаль сказал так. А эти же люди, которые говорят, важность мазабов, важность мазабов, важность мазабов. Хорошо. Вот у тебя простые люди, Бараклуфикум. То есть ему нужно изучить все четыре мазаба? Это же невозможно. Хорошо, даже не четыре мазаба. Возьми один Абу Ханиф и Мазаб. Хорошо, ханафитский мазаб. Ханафитский мазаб, Бараклуфикум, тот ты его изучал, знает прекрасно, что даже два ученика Абу Юсуф, Мухаммад ибн Хамбаль, в 70% две трети мазабов противоречили мнению самому имаму Абу Ханифу. Притом, что это является ханафитским мазабом. Так нам что мне сказать, Абу Ханиф взять? Мухаммад ибн Хамбаль взять? Абу Юсуф или имам Зуфара? Что нам мнение брать? Понимаете? То есть насколько страшны эти заявления Бараклуфикум. Поэтому эти люди лгут, братья. Мы берем из слов всех имамов, Ахли Сунна, Ахли Хадив. Они же хотят Бараклуфикум ограничить только одним. Так если вы хотите ограничить, тогда зачем вы говорите? Ашхаду Анна Мухаммадан Расулла. Скажите Ашхаду Анна. Абу Ханифа Расулла. Ашхаду Анна. Шафии Расулла. Ашхаду Анна. Поэтому Аллах см. говорит. Итаджаа кальму нафикуна калю. Нашхаду иннака ля Расулулла. В этот аят могут попадать в наше время кто? Излишествующий, я не говорю тех, кто к мазамам призывает, а тот, кто призывает к излишеству фанатизма мазамам. Когда приходит тебе мунафик, мы свидетельствуем, что Мухаммад посланник Аллах. Валлаху яшхаду иннака ля Расулла. Аллах свидетельствует, что ты действительно. Валлаху яшхаду иннака ля Мунафику на ля Кавибу. Яллах свидетельствует, что мунафики лгут. Говорят, ашхаду Анна Мухаммада Расулла. То есть Аллах сказал, они лгут? Они лгут, что Мухаммад... Нет. и когда им приводишь к одессе от посланников мнение в нашем азабе так поняли на эти аяты не надо думать что это про тех кто кому нафиг а это в наше время есть те люди которые говорят так это те которым когда ты приводишь достоверно ходить из бухари мусульма он просто на него полгода в нашем азабе это так аллах сказал они сукут в своем свидетельстве хотела свидетельство то действительно послание кого поэтому нужно быть очень осторожным когда ты слышишь что-то из сунны что противоречит тому что ты знал до этого из слов ученых ведь если ты оставишь сунну из-за мнения ученого то ты являешься тем кто оставит а последовал за страстя как сказал всевышний господь спонтали файлям ясно джибуляк фалям если они тебе не ответят о мухаммад то что они всего лишь следуют за своими страстями и кто может быть более заблудшим чем тот кто потакает своим страстям безверного руководство от аллаха воистину аллах не ведет прямым путем несправедливых людей ваэдэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Субтитры создавал DimaTorzok